Продолжение следует... Здравствуйте! Украина-стресс-тест. Под таким названием в Запорожье прошел национальный экспертный форум. Участники обсуждали, как работать украинскому бизнесу в условиях экономики военного времени. Запорожских промышленников представлял генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Главная проблема, по его мнению, отсутствие системных изменений. Реформы разбиваются о государственные монополии и коррупцию. Яркий пример – повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Мне кажется, что наше правительство и наша власть попала в ловушку. Ловушку того, когда оно мыслит национальными категориями, стратегическими масштабами, но оно перестало ощущать проблемы обычных граждан, обычных предприятий, которые живут в этом реальном мире. Второе. Никаком экономическом росте, никаком росте благополучия, никакой стабилизации не может быть речи, пока в Украине будет война. Пока на востоке Украины не будет найдена стабильная конфигурация, которая даст уверенность всем инвесторам и которые придут вкладывать деньги в Украину, никаких изменений и улучшений не будет. Несмотря на все проблемы, комбинату удалось сохранить объемы производства. Задача для украинских промышленников сейчас одна – подстроиться под нынешние реалии и пережить их, чтобы остаться на рынке и сохранить свои трудовые коллективы. Кто ответит за некачественный ремонт? В Запорожье разрушается дорога по улице Победы. Это при том, что ремонтировали ее в прошлом году. Вину за это в мэрии возлагают на подрядчика. Говорят, что по контракту предприятие «Ремдорстрой» давало гарантию 5 лет. Это значит, что все затраты по восстановлению дороги подрядчик должен взять на себя. Этот подрядчик заинтересован. У него еще в два раза больше предстоит освоить на этом участке и в случае, если он не будет устранять те дефекты, которые выявляются сейчас, мы можем расторгнуть с ним договор за невыполнение договорных услуг. Я думаю, что подрядчик заинтересован в том, чтобы все быстро сделать. Всего на ремонт дороги по улице Победы предусмотрено 20 миллионов гривен. Шесть из них уже освоено. Дом под угрозой. Двугневные осадки заставили понервничать жильцов одного из домов по бульвару Шевченко. На внутриквартальной дороге возник ухаб глубиной около одного и длиной в 10 метров. Жильцов беспокоит сохранность здания. Кто и кому роет яму, разбирался Станислав Пичурин. Канализационная сточная труба со временем пришла в негодность. КП «Основание» ее добросовестно заменило, но со временем из-за избытка воды произошла просадка грунта. Клавдия Николаевна живет в этом доме уже больше 50 лет. Ее подъезд как раз напротив опасного участка. Недавно на этом месте убрали дерево и проводились ремонтные работы. Стали копать. Вырыли такую вот большую яму. Вроде стали ее загребать. Ничего не получается или некогда им, не знаю. Короче говоря, что на следующий день вода полилась. Откуда-то она взялась, эта вода, и полилась, и шумела прямо. Не пройти, не проехать. Машины же не ходят уже, пожалуйста. Ее внук часто посещает бабушку, приезжая на автомобиле. Увидев огромную яму, пытался решить проблему собственными силами. Он стал загребать. На следующий день вроде сделал и цемент сцепал, и песок, камешки уложил. А на следующий день все это погибло, опять провалилось. Жители дома начали бить тревогу, когда пошли дожди. Опасаются, что 60-летнее строение просядет, а по стенам поползут трещины. Два дня идут подряд дожди. Это все ушло сюда в землю, наверное, аж оно пошло в одну сторону, в другую сторону. Поэтому мы не знаем, какие последствия для дома будут. 15-80 звонили, говорили, что в связи с тем, что начались дожди, вся вода идет теперь в эту яму. По периметру участка аварийная лента. Автомобилистам здесь хода нет, а чтобы попасть домой, нужно совершать обход, либо преодолевать трясину из грязи. Сами жильцы на вопросы о реакции основания разводят руками. Лишь после того, как мы вышли на диалог с коммунальщиками, они начали принимать меры. За счет того, что корень удален, поэтому грунта необходимо подсыпать. На данный момент происходят работы по восстановлению, значит, по подсыпке грунта. Мы будем рассматривать вопрос восстановления, значит, покрытия в данном дворе. В планах коммунальщиков и укладка дорожной плитки. Сделать это пообещали позже. Станислав Печурин, Константин Пороскевич, Олег Мовчанюк, ТВ5. История повторяется. В Запорожье представили документальный фильм об освободительном движении времен Украинской Народной Республики. Картина «Холодный яр. Воля Украина. Боссмерть» — это реалии сегодняшней Украины. В этом уверена съемочная группа фильма. Подробнее в материале Ирины Погоренной. Фильм уже представили во многих городах Украины. Презентация состоялась даже в Донецкой и Луганской областях. Прекрасно сприймали, потому что на Донбассе завышенный зараз в наш час опыт на идентичность. «Холодный яр. Воля Украины. Або смерть» — это документальный фильм-конспект об освободительном движении на Черкащине 1918-1920-х годов. Тогда простые селяне самоорганизовались в повстанческое движение и основали Холодноярскую республику. «Это были средние дядьки, селяни, которые пройшли Першую святую войну, потому что большинство людей среднего века, то есть от молодого до старшего поколения, побывали на Першой империалистической войне, которую тогда называли, або Великой войне. То есть они имели боевый опыт и понимали, что такое война. Они были селянами, как я уже сказал, понимали, как тяжело добывается хлеб, и, конечно, не хотели его никому отдавать». Именно Холоднояровцы изобрели лозунг «Слава Украине», утверждают ученые. «Вони впродовж, фактически, четырех роков могли чинить организованный оружиный опер регулярным армиям, большевикам, білогвардейцам, и делали это довольно успешно. И особенность их борьбы в том, что много из их опыта было использовано украинскими повстанцами, в частности, украинской повстанской армии. Это и псевдо, это и использование криевки, это и умение налаговывать борьбу с чекистами, которые пытались потрапить на их территорию». Участники съемочного процесса уверены, события столетней давности – это именно то, что происходит в Украине сейчас. «Мы акцентуем увагу на том, что россияне впродовж истории не были никогда нам братами, побратимами и ближними родичами. На жаль, на счастье». В течение двух дней в Запорожье состоялось несколько показов фильма. Документальную картину смогли увидеть и ученики нескольких школ областного центра. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. Секретный ингредиент. Рецепт приготовления пресного хлеба – мацы – очень прост. В составе только вода и мука. Однако знатоки утверждают, что это далеко не все составляющие. Минувшие выходные запорожцев учили печь мацу. Что символизирует собой этот пресный хлеб и в чем секрет его приготовления, узнавали наши корреспонденты. Юлия Аргачевская уверенными движениями замешивает пресное тесто. Женщина готовит мацу более 20 лет. За это время вывела свой идеальный рецепт. «Наверное, душа, любовь и улыбка – самое главное. Потому что вода и мука – это самое обычное. А вот то, что ты внутрь положила от всего сердца, от всей души – это уже что-то особенное. У каждого свое». Маца – один из символов еврейского праздника Песах. В этот день вспоминают об изгнании израильского народа из Египта. Евреи так быстро были изгнаны, что тесто для хлеба не успело подойти. Из него и приготовили пресные лепешки. «Один из вариантов перевода слова маца с ивритом – это хлеб бедности. Если рассмотреть, из чего приготовлен этот хлеб, становится понятно, откуда взялось такое название. В составе только вода и мука. В тесто запрещено добавлять даже соль». Рецепт настолько простой, что без труда осваивают его даже самые маленькие участники мастер-класса. Ксения с братом Мишей пекут мацу впервые, но уже без запинки рассказывают всю технологию приготовления. «Мы делаем мацу на Песах. Надо сначала сделать тесто, потом раскатать его, потом вилочкой потыкать, а потом нужно положить в печку». Запорожский благотворительный фонд Мазальтов уже 15 лет организовывает мацы-пекарню. «С одной стороны, маца – это хлеб бедности евреев, которые выходили из Египта. С другой стороны, это традиция, которая объединяет, сохраняет и каждый раз освежает память. С третьей стороны, это возможность не послушать нудную лекцию, а попробовать своими руками». Юные участники мастер-класса запекли свои хлебцы на настоящем костре, а потом съели их с таким же энтузиазмом, как и готовили. Елира Назаренко, Эдгар Копытов, ТВ5. «Весна, женщины и любовь» – вечные темы в произведениях бардов. Не стал исключением и концерт любителей авторской песни, который прошел накануне в Бердянском центре культуры «Софит». Такие концерты для клуба любителей авторской песни «Альбедо-039» – своеобразный творческий отчет. Со сцены звучат не только песни, но и стихи самодеятельных поэтов. Все они посвящены весне, женщине и любви. «Есть непреложная истина. Женщина – это любовь. Жизнь оставляет отметины и безвозрадно идёт. Будьте счастливыми, женщины. В счастье пусть вам повезёт». Один из самых активных участников концерта – Георгий Крючин. За последние годы принимал участие в различных фестивалях авторской песни. «Робок был твой поцелуй, как первый шаг малыша. Нежное слово люблю, ты прошептала тогда». Свою первую песню Георгий написал ещё в школе. Профессионально авторской песней стал заниматься, когда вышел на заслуженный отдых. За два года записал два диска со своими песнями. Но всё же главным для автора остаётся общение с залом. «Вот здесь мы встречаемся. Вот периодически делаем, организовываем вот такие встречи со зрителями. Ну и не единым хлебом человек, как говорится, жив. Значит, искусство тоже должно иметь место. Хотя бы мы, конечно, пореже сейчас встречаемся». Следующий концерт клуба авторской песни состоится осенью. Возможно, что к этому времени в Бердянске появится ещё больше новых имён и новых исполнителей. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. В Запорожье открыли сезон турпоходов. Одними из первых свои палатки на турпляже развернули воспитанники клуба под названием «Клубок». Компанию с запорожским ребятам в скалотских развлечениях составили гости из Латинской Америки. Как развлекаются туристы, видела Елена Назаренко. Елена Пылова – многодетная мама. У женщины пятеро детей. Трое из них – активные участники турклуба «Клубок». Благодаря ему семье удается организовывать полезный и увлекательный досуг для детей. Мы, как многодетная семья, возможности финансовые бы не нашли. В этом смысле у меня дети, начиная с сентября, они видели и Львов, и Одессу, и Днепропетровск, и Киев. То есть везде, где, допустим, даже среднестатистическая семья, она ребёнка не отправит, потому что дорого. С клубком у меня дети вообще не чувствуют себя ущербными в этом смысле. Основное направление работы клубка – активный отдых для ребят из многодетных семей, приёмных детей, воспитанников интернатов. В последнее время прибавились ещё и юные переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Именно походы и активный отдых лучше всего помогают в социальной адаптации ребят. Во-первых, находят новых друзей. Во-вторых, такая трудотерапия у них замечательная здесь. Они у нас здесь сами готовят и моют посуду, дежурные, расставляют палатки, разводят костры. Всё сами. Многие воспитанники клубка продолжают участвовать в мероприятиях и выйдя из школьного возраста. Студентка Вероника сейчас уже сама помогает организовывать активный досуг для детей. Здесь я научилась хорошей физической подготовки. Тоже это очень тренирует силу воли. И это очень захватывающе интересно. Особенно, когда ты идёшь, смотришь разные в Карпатах красивые горы. То, что ты никогда не увидишь на фотографиях, смотришь – это не то совершенно. Когда ты видишь своими глазами совершенно другие пейзажи, совершенно другие ощущения. Это очень-очень интересно. На открытие туристического сезона Вероника привела своих друзей из Эквадора и Колумбии. Языковой барьер – не преграда для общения. Латиноамериканцы быстро нашли общий язык с запорожскими ребятами и активно участвуют в конкурсах. Делятся своими впечатлениями о Хортице. Мы первый раз здесь. Очень красивое место, красивая река. И здесь много возможностей для активного отдыха. Открывать сезон турпохода в клубку помогали запорожские скауты. Подготовили целый ряд мастер-классов. Участники стреляли из лука, учились вязать узлы, делали носилки и преодолевали веревочные препятствия. Все, чему научились, ребята демонстрировали на скаутском ралли. У нас игра – это модель жизни, жизненной ситуации, где ребята должны использовать навыки, которые они приобретут в процессе занятий. Это будет прохождение сложных участков леса, какие-то горные участки. Такой активный и познавательный отдых по душе и ребятам, и их родителям. Общение приятное. Там, где сейчас подросткам, допустим, тяжело найти такой вот круг для себя по дворе. Дети у меня во дворе не гуляют, а с луком мы охотно встречаемся. Потому что тут весело, тут всегда и всякие мероприятия. Уже с мая юные запорожские туристы планируют проводить больше времени на острове Хортица. Будут организовывать походы с ночевками. А еще готовятся к путешествиям в другие регионы Украины. Елена Назаренко, Сергей Чалый, ТВ5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости Запорожьей области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите. Главред. Это tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин